На базе Дворца культуры и профсоюза в рамках профилактического мероприятия, направленного на стимулирование безвозмездной сдачи крови, собралось множество людей. Школьники, студенты, волонтеры и врачи. И всех объединяет одно. По своим моральным убеждениям, они сдают кровь на добровольной основе. Именно им не безразлична жизнь других людей. И они не заинтересованы в денежном вознаграждении. Доноры точно знают, что кровь может понадобиться в любой момент и в любую минуту. Поэтому всегда находятся те, кто на протяжении многих лет не забывает об этом, проявляя гуманность и сочувствие. Являюсь, как говорится, донором 2010 года. Я горжусь этим. Я очень люблю людей, так как я сама медработник. В медицине я работаю уже больше 30 лет. Но донором стала, как говорится, не так давно. Я думаю, что моя кровь кому-нибудь спасет жизнь. Я буду счастлива. В ходе проведения профилактической кампании все желающие могли получить консультацию врача, а также в оборудованной медицинской комнате сдать и узнать свою группу крови. Важно, что в рамках социального проекта приняло участие и Белорусское общество Красного Креста. Их задача – привлечь как можно больше жителей к безвозмездной сдаче крови. Одним из направлений Белорусского общества Красного Креста является развитие безвозмездного донорства. И мы принимаем участие в этой акции. Наши волонтеры будут анкетировать людей, которые приходят на предмет безвозмездного донорства, кто дает свое согласие, оставляют свои контакты. Потом эти анкеты мы передаем в станцию переливания крови, и они будут обзванивать людей и приглашать, чтобы они сдали кровь. Стать донором – почетная миссия для каждого гражданина, которая направлена на спасение чьей-то жизни и которая предоставляет возможность дальнейшего развития службы крови не только в нашей области, но и во всей республике. Сегодня вопросы по развитию безвозмездного донорства являются наиболее актуальными. К сожалению, до настоящего времени не существуют заменители крови различного типа. Единственным источником получения являются здоровые люди, отмечают врачи. Чтобы быть донором, человек должен иметь хорошее состояние здоровья. К этому нужно, чтобы дети готовились с детства. То есть родители должны объяснять детям, насколько важно быть донором, насколько важно спасти чью-то жизнь. Поэтому нужно следить за своим состоянием здоровья, проходить свое время на диспансеризацию в учреждениях здравоохранения амбулаторно-поликлинического звена, регулярно посещать врачей-специалистов по необходимости или по заболеваниям. Ну и, конечно же, самое главное – это здоровый образ жизни. Педлайнер мероприятия – молодая группа «Неви Бэнд», которая совместна с Республиканским научно-практическим центром трансфузиологии и медицинских биотехнологий, уже имеет непосредственное участие в развитии добровольного донорства в нашей стране. Под эгидой «Подари кровь, спаси чей-то мир» активными пропагандистами донорства был организован концертный тур по всей республике. Так ребята личным примером призывали всех собравшихся обратить внимание на данную проблему. Мы решили поддержать, потому что благодаря этим концертам мы можем спасти жизнь кому-то. И мы можем сказать людям о том, что не обязательно приходить там все время, быть донором постоянно. Можно хотя бы сходить один раз, сдать просто свою кровь и подарить кому-то на самом деле помощь в будущем, может быть. И почувствовать, наверное, для собственного удовлетворения, что ты что-то сделал для кого-то. Это, мне кажется, тоже очень важно в жизни. Мы очень рады. Помогать людям. Да, мы очень рады, что своей музыкой мы можем кого-то подтолкнуть, сделать какой-то посыл и месседж. Это более важно, чем просто сыграть концерт. И такие положительные отзывы мы уже слышим. Важно отметить, что высокие показатели нашей области по безвозмездному донорству крови – результат того, что жители города над Богом сами проявляют инициативу. Они точно знают, что поделившись частичкой своей жизни, можно подарить будущее другому человеку. У нас самые высокие цифры безвозмездного донорства. И если сравнивать по области эту цифру за этот же период, за три месяца предыдущего года, то отмечается такой небольшой, но все-таки рост, поскольку у нас и так сама по себе цифра большая. И на сегодняшний день она составляет 41,3%, что является на 1,3% выше, чем было в прошлом году. Цифра маленькая, но, опять же, мы уже достигли какого-то такого, может быть, оптимума. Будем дальше продвигаться, какие нам задачи поставить. А поддержать такое профилактическое движение может любой желающий.